В литературе не могу найти. Абхазия и грузины, они сильно разнятся в языке, в культуре, в религии? Вообще не было разницы. Мы были все грузины. Все грузины. А с какого, допустим, можем мы такое сравнение сделать, что как Украина и Россия схожи, такое близкое родство? Даже ближе. Даже ближе. Так, и с какого времени история говорит, что эти народы вместе? Мы не помним, потому что наши цари там царствовали и здесь царствовали. А они уверовали когда во Христа? У них история какая? Во Христа Андрея Первого званец, когда был Симон Кананец, Андрея Первого званец. Когда пришли, они в Абхазии попали в Абхазию, от апостолов. А внешне они как-то отличаются? Можем узнать или похожим на другого? Не отличались. И мы очень дружно жили. Что случилось? Почему они отошли-то? Но там, раз они были большинство нехристианин, но не большинство, но были нехристиане, не все были христиане. Там очень много мучеников были христиане наши. В первых веках? Да, в первых веках. Но нехристиане проявились в Турции. В последнее время выросли там нехристиане из Турции, приезжающие. Такое поколение, которое мало знает о предках. Да, мало знает, которые давно. А потом уже так поработала Россия между народом от лучей и царствой. Вот это есть такое, кто сказал. Пока что родномыслие в опросах там что-то. Да, и вот он поработал, Россия поработал, чтобы отлучили они от нас и поработал, чтобы против нас повернуло. Вот Абхазия и Грузия, примерно, в пропорциональном отношении, земля, площадь, какая? Ну да, один к пяти, один к десяти, как можно сказать? Если взять Абхазию за единицу. Один к сорока или тридцати, вот так. Один к сорока или тридцати, да, очень маленький. Или один к сорока или один к тридцати. То есть Абхазия тридцатую часть Грузии занимает? Да. Приблизительно. Вот как. Ну а в настоящий момент, какие-то подвижки есть тому, чтобы опять народом быть вместе? Народы ходят здесь, которые были христиане раньше. И ходят, и принимаем, и мы очень дружим. И приходят, приходят, свобода приходят. У них сейчас какой-то епископ или кто-то есть? Абхазская, это наш патриарх, да, есть епископ. Они подчинялись патриарху Илии? Всегда нашему патриарху подчинялись. А сейчас скамония, если там православная скамония, как сказать? Абхазская, вот есть такой титул нашего патриарха. Да. Цхум Абхазская. Метрополит, значит, патриарх всей Агрузии, Мцхета и Тбилиси, и митрополит Цхум Абхазский. А в его званиях Абхазии. А народ-то грузинский, если так, в общей массе мнение-то можно узнать это дело, он же не за разделение, наверное, с Абхазией. Народ-то, если так бы расспросить, проголосовать. Грузинский народ. Ни один грузин не хочет разъединяться, наоборот, объединяйся. Повторите-ка. Каждый грузин хочет объединиться. Чтобы объединились вместе. Понимаете как? И мы с радостью принимаем обхаз. Если это на уровне патриарха поднять, постом молитвы, то Господь может что-то сделать. Понимаете, русские сейчас, украинцы прям натравливают на русских. Это мы проехали, мы это видели. Какое отношение. Мы молимся, мы молимся, и я верю, что мы объединимся. К ним претензия. Потому что это был искусственный раздел. У нас-то видите, раздел какой. Геноцид какой был, дескать. Вот это голодомор русский устроили. Все это русским сегодня в обвинении идет, этот ГУЛАК, разделение. Мы молчим только. Но абхазцы-то так же не воевали с грузинами. Никогда. То есть объединиться, как вот в Украине с Россией, абхазцами с грузинами намного легче. Конечно легче. Гораздо легче. А у вас не сохранились друзья в Абхазии, которые поддерживают отношения? Знакомые, может быть. Ну, у нас на работе есть абхазцы. У нас есть, значит, беженцы из Сухуми, ну, с Абхазии. И они ездят туда, и абхазцы приезжают сюда. Там, значит, семьи перемешанные. Но там, значит, тоже определенные документы нужно. Да, и какой-то таможенный досмотр. А вы написали, что если я поеду через Абхазию, и мне поставить там в паспорте отметку, то в Грузии вход закрыт. Да, ну, да, не закрыт. А почему я, когда я русский, ничего не имею, грузинов, не в Абхазов, почему ко мне такой строгий подход? Да. А у них же надо Абхазов. Почему? Ну, я, когда мы доехали до Адлера, мы там начали спрашивать, и нашли кого-то грузина. И мы спросили, он говорит, да, это так. Наши подтверждения. Что если вам поставят в Абхазию, мы заехали, нам надо было туда попасть, то в Грузии вам вход будет закрыт. Значит, когда ты заезжаешь в Абхазию, значит, это Грузия, и когда ты, значит, а они тебе ставят печать, что Россия, и, значит, как ты можешь с Россией, то есть Абхазия, Грузия, приезжаешь в Грузию, значит, с Россией приезжай в Грузию, хотя бы это Грузия. Поэтому ты не признаешь, значит, Абхазию как Грузию, а приезжаешь в Грузию, да, это вашим, а Россия не толковая. Но если ты, значит, заехал, они, значит, печать ставят цветы, с Россией приезжаешь в Грузию, значит, таким образом ты не признаешь Абхазию как Грузию, да. На Канажа состав России не вошла, она отдельная, государство. Что? Абхазия. Не, весь мир не принимает отдельно, это только Россия принимает. Но она не составит Россию-то? С составит, составит. Как, все принято? С составит, да, и Осетия уже составит. Сами, сами уже приняли это. Россия только это признает, весь мир не признает, что в Россию заходи. Конечно, это политические все дела, а по-религиозному-то мы все родные такие. Все родные. Ну, в общем, они ставили вопрос, чтобы заехать. Значит, русскому патриарху, чтобы, значит, юрисдикцию России перейти. Но, значит, Россия не согласилась. Для России-то сравнить, это не одна тридцать девятая, а одна двухсотая сейчас. Какая она, по сравнению с Россией безразмерной до Дальнего Востока. Оно, в общем-то, ничего, курортов хватает и без нее. Ну, в Азии сейчас раскол, значит, они часть уже, значит, хотят, значит, греческой, отделенной греческой церкви, которая, значит, старостильником. А другие вот опять настаивают, чтобы приняла их Россия. Мы в дороге столкнулись с этой вещью. Вот сейчас едем в Баку, а уже вчера это так, а кто говорил, у вас могут быть слово «проблема», я не люблю это слово вообще. Когда сюда вернетесь, это мы едем пустые обратно. Здесь мы забираем все остальное, уходим. И вот там могут, ага, раз вы в Армении были, я говорю, а какое же это отношение имеют? Я с Интера России, я не за Армению. У меня своя цель, я приехал, у меня там собираются мусульмане, меня ждут, чтобы я у них выступил, если так будет. Я разве враг Азербайджану? Нет, могут какие-то быть. Я говорю, ну, у нас маленько по-другому, мы молимся. Вас арестуют, и вы заплатите штраф, когда вас отпустят. Штраф заплатят? Да. Ну, и посмотрим еще, заплатим или нет. Вы будете там сидеть, в Абхазии. В Абхазии? Я говорю про Азербайджан сейчас. А, про Азербайджан, да? Ну, вот... Мы-то не враги Азербайджана. Нет, он враг Абхазии говорит. Да, значит, если вы в Азербайджан заедете... По Сабакому, вернуться в Белесию. Там конфликт с Арминией, поэтому здесь вы поддерживаете, значит, таким образом конфликт, который... А потом мы ехали, мы не знали, что в Приднестровье сегодня неблагополучная обстановка. И мы ссунулись, а тут стоит прям дорога перекрытая под сеткой БТР. Там Приднестровье отделяется тоже. Но когда мы все показали документы, все, они нам дали что-то, позвонили туда вперед в объезд, где... И там, так это про вас звонили, и нас даже ни слова не сказали. Ну, мы едем основном, встречаемся в библиотеках с людьми. Народ-то не участвует как бы в этом. Даже солдаты эти, офицеры, они никакой злобности ничего против нас не имели. Да и ради чего? Я совершенно посторонний человек. У меня определенная миссия. Ну, я, как правило, там трехтомник Нового Завета везде дарю, и там расположение очень большое. Так, мы сейчас едем. Если Господь благословит, то мы должны вернуться, может быть, даже сегодня. А завтра утром рано, сегодня мы закончим все, если приедем, то уходим туда, и сбоку сразу по побережью идем в Дагестан до Махачкалы. А там разворачиваемся на Кизляр, проходим снова Чечню и в Ставропольский край выходим, а там Ростовский рядом. Вот отец Гурам, вот вчера, который мы имели встречу, он говорит, если вы здесь останетесь, я организую встречу вам. Это вот ради этого я мог бы остаться. Надо узнать, вот только узнать у него, что за встреча, где и с кем. А Гурам-то, я спрашиваю, Гурам Гегешица, это вы знаете его? А он знает, это наш писатель говорит. А я в тюрьме читал его. Гурам Гегешица, это очень хорошая рассказа. Я его не знаю. Очень хорошая. Притом, с таким подтекстом разворота, как бы запредельно после смерти посмотреть на себя. А в тюрьме ты все время готов умереть, там что угодно могут сделать. И поэтому он мне пришелся очень близко. Гурам Гегешица. Он все эти раз смотрит вопрос, убили человека, и он как бы с той стороны на себя смотрит. Притом в аварии где-то, и у него видно, что духовно взгляд другой, чем у других писателей. Гурам Гегешица. А он его сразу, этот Гурам-то, мне начал про него рассказывать. Потом мы когда заехали, и там переночевали, и там большой памятник стоит, Александр. Идет, видимо, грузинка, в черном, я подошел, говорю, а кто это памятник? Там не написано. Она говорит, Александр. Я говорю, а какой? Она говорит, это писатель грузинский, высокого роста, в бурке, и руку так держит. Такой мудрый, взгляд высокий, смотрит. Я думаю, о чем он размышляет? Прям на площади, высокий памятник. Ну, первая остановка, после, когда мы заезжали. Александр Казбек. Какой это? Как его фамилия? Казбек. Я его ничего не знаю, не считал. Ну, это когда вы с Россией едете, там вы проезжаете этот город Казбек. Тут мы ночевали возле него. И его родина. Оно все захламлено, все бутылками, где памятник какие-то, все это, все. Видно, что никто не смотрит за этим. А нас поразило, что гора снегом покрытая, подошли к самому холоду. Я говорю, что сегодня самолетов сколько поднимается один за другим. Значит, связь большая здесь. Да. Но здесь все перемешано. Здесь население, здесь много семьи смешанные. Поэтому здесь, если даже идет конфликт, то он здесь сглаживается. У меня сосед в Барнауле, где я живу, он какой-то там алюминий торговал и заработал в Грузии. Грузин. Вот. Данелия. Вот я пришел к нему и думаю, может, как-то он поможет там по детскому лагерю, то другое. Разговорились. И он говорит, а вы нас знаете такую страну, где бы евреев не гнали? А я только что этой темой занимался. Я говорю, да нет, везде их гнали. Всегда. У меня список огромный, в какой стране, сколько погибло, гнали. У нас не гнали. А он говорит, нет. Он говорит, в Грузии никогда не гнали. Я задумался правдой в списке Грузии, это нет. Здесь есть, значит, картрис Ховреба, значит, это летопись Грузии. Значит, там именно происхождение грузин здесь имеет корни от разрушения первого Иерусалимского храма царем Новоханоносорем. И вот часть евреев вернулись, а часть евреев, они рассеялись. И, значит, Тармагос, Катлус, значит, из них, они пришли сюда, в Грузию. И здесь поселились. Поэтому картли отсюда произошли здесь. И когда... Да, скажи, пожалуйста. И цари от колена царя Давида. Да. Это родословно, который показывает. Пагратиони, по происхождению. Пагратиони, герои. Пагратиони, герои. Это царская фамилия, как Романовы, там, в России. Здесь Пагратиони. Герои войны 12-го года, да? Он тоже евреи был. Потом, значит, храм Джвары, когда здесь вот Нина проповедовала. Это первый храм, да-да-да, вот там, храм Джвары, да? Болгарх, христианин. Да-да-да. Это были евреи, которые приняли христианство. И вообще, там же история, значит, святой равнопостной Нины, она говорит так, что она была же племянницей иерусалимского патриарха. И она знала, значит, еврит, этот библейский язык. И она, когда пришла сюда, значит, через Божомское ущелье, пришла, она поселилась в Руисе-Ольбрисе. А там же было большое поселение евреев. И через них она овладела грузинским языком. И когда, значит, вот видит, что весь народ же куда-то идет, и она узнала, что они идут на поклонение Армазу. А там же жития святых написано. И вот она пришла с Хэта здесь и видит, что народ этому идолу поклоняется. Тогда она, вот здесь Джвары, она поставила крест из виноградной лозы. Вот это Нина Джвары, крест Нины. Значит, крест и начала свою молитву, чтобы весь Господь открыл им истину, чтобы, значит, поклонялись истинному Богу, который строил небо и землю. И вот эта молитва была услышана. Там гроза, там молнии разрушили этого идола. И она с крестом тогда начала проповедь. А распятый мы воскрешим. Истинный Бог, который разрушил вашего идола. Ну, потом ее Слово, как ее тропат, говорит, Слово Божие служительница. Ее, значит, благодать была, что она принесла нам Слово Божие. И, значит, и люди здесь оказались до того мудрые, они все приняли. Царь Мириан, Нана. Но ее Слово было подвержено чудесами и знамениями. Она исцеляет царицу. Она помогает ему, царю, найти выход с очень сложного положения. И вот он говорит, это же истинный Бог. Здесь начинает христианство распространяться. Но они не просто так силою здесь. Нет. Они грузин отправляют, где торжествует церковь. В Антиохию. Там они обучают Сибири. И оттуда приезжают уже священнослужители, священниками здесь. Ну и со смертью священника, значит, прекращалось, значит, священство и таинства прекращались. Поэтому в Ахтанзе Гаргасале, это в пятом веке, вот Белиссии, он на коне, памятник, вы видите его. Метехи. Да, церковь Метехи. Значит, он возрюновал, чтобы здесь, значит, восторжествовала автокефалия. Он послал грузин, обучили такой уровень, значит, епископов, как здесь, мозгвар, мозгвары, учитель, учителей обучил. И они уже приехали сюда уже епископами, служителями. И с тех пор уже начала торжествовать автокефалия. И здесь, когда вы, значит, святейшего патриарха, его преемственности священства, его, то есть епископства, значит, начинается вот Антиокия. Это с пятого века, где-то при Вахтанге Гаргасале. Вот эта хорошо тема описана в 13-м томе православной энциклопедии. Значит, там, значит, это так и есть тема, грузинская православная церковь. Когда этот издали том, патриарха пригласили в Москву. И вот он, значит, они там торжественно, все эти архиереи признали это апостольство. И не признали, благодарили Бога за апостольство, что здесь сохранилась святая вера, единая святая соборная апостольская церковь. Так что это 13-й том, и вы там очень много здесь откроете таких фактов. Я говорил у вас о благодати, вот Ветхий Завет начинает, то, чтобы никогда не проклинали евреев, я не знаю, как это для народа, но начинают у меня, да ты что, под евреев подыгрываешь? Я говорю, Бог сказал, благословляющий, благословлен будет. Я обязан это сказать. Вы не знаете, благослови, благослови. А ты начало благословения найти. Первый Авраам дается, и благословляющий тебе благословлен будет. В семени твоем благословлятся все народы и племена земли. А, это как вот, говорите за евреев, там, это вроде я какой-то там прислужник евреев, причем тут еврей, когда это повеление Божие, и последнее, ветхозаветнее, это принесите десятину и не залью ли я благословений Божиих в голове, благословений Божиих, тогда они не торговлят, у нас торговли в храме нет, вообще нету никакой, а свечи покупают, эти, воск, у нас там пасеки держат, такие женщины, которые там живут хорошо, чисто, они льют свечи, приносят пачкой, батюшка ставит сколько надо, у нас в храме ни грамма, нигде, ни рубля не появляется, просто нету, десятина все восполняет, десятина, повернуть трудно, наша прихожанка, она гречанка, уехала в Грецию, ну и она там научена так, десятина Богу принадлежит, Бога обворовывать нельзя, Бог говорит, проклятием проклят, и вы обкрадывайте меня, народ говорит, чем обкрадываем, десятина и приношением, девяносто, ты сто заработал, получил, десятка не твоя, Богом приложен, зачем ты ее себе взял, она десятка Богу принадлежит, ты своровал, она пришла к батюшке, а что это такое, она говорит, десятина, батюшка, а что, священник не знает, а она ему отдает, и говорит, батюшка, так это же написано, это священству принадлежит, но он понимает, что освещая машины, продавая, он имеет в сто раз больше, чем от какой-то одной прихожанки, он говорит, мне это не надо, и десятину не взял с нее, она пишет, а что делать, я говорю, ты найди тех, кто возьмет, а? Не имею права, да, это понимаете, это мне благословение. Знаешь, Игнатий, я думаю, сейчас вот у нас много молодых священников, рукоположенных, значит, подготовленных, которые не среболюбивы, которые знают священное писание и достойные учителя, у нас есть вот здесь, значит, и радио, и телевизионная программа, посмотри, какие проповеди здесь есть, поэтому это старое поколение вот таких служителей, она уходит, а молодое, более здоровое поколение, но они не могут еще сделать, коммунистическое это было, причем, к нам приезжают священники, там, армонахи, архимандриты, и у нас устав висит, они прочитают, ой, как здорово, я у себя это сделаю, батюшка, не торопись, ну, в первую очередь, торговли никакой нет, это второй пункт, торговля у нас всячески истреблена, ее даже не было и не заходит, киоска нету, ничего не, когда надо иконы, что батюшка привозит, там, продал, раздал, или что, проходит время, ничего нету, я говорю, а что сделал, да ничего не сделал, сразу на него другие священники, старые болят, ты что вы думаешь, ты тут несешь такое, это разномыслие, это разделение, мой брат стал еще один священник, потом еще один, их пять набралось, они стали говорить, правильное крещение, это наущение, полное погружение, а старые восстали к архиерею, архиерея его вызывает, феодосий омский, так, вы что делаете-то здесь, владыка, сказано же так, они купели, построили уже в храме, полное погружение, запретить, закрыть, это раскол, можно мне сказать, насчет крещения, я вот почитала, что мистическое, мистическое крещение с водой было, когда народ еврейский вышел из Египта и прошли через воду, через море сейчас, через море, да, море красного, я вот по-русски не очень хорошо говорю, извините за ошибки, это первый мистический образ, образ, да, а второй образ был, когда Седрахо, Седрахо, Мисахо и Авденахо бросили в печку, да, да, при Данииле пророка, бросили в печку, а там Син Человеческий оказался, значит, Бог сам и Цварь нами, это, как по-русски, роса, 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 да, что они не зажгли, да, это уже, ангел, арошал, арошал, да, и вот, и вот это, это второй мистический образ крещения, так что можно, мысль одно и то же, и то крещение, и то крещение, но образ может быть разный, и это принято, и это можно, потому что Господь и так делал, и так делал, а у Господа нету преград, у Господа и Духа Святого нету клетки, чтобы садиться, по-разному можно все делать, были что, не водой, а в своем крови крестились святые, такие тоже были. Цирка приняла это, возможности не было? Да, возможности не было, да, не было возможности, если когда возможности нету, можно этого принимать, а надо возможности найти, например, в реку он идет, в реку крестит, и возможность появляется. В трех случаях нет возможности, указано первое клинике, Лежит он где-то в баракалях. Второе в тюрьме. А если больной лежит? Больной, которого нельзя пошевелить. Но его обливают. Крапления слова нет такого. Обливают. Обливают, это не костюм, конечно. Сняли. И в тюрьме трижды всего облили. Облили, то есть он раздет и его облили. И церковь вела третий случай, когда в плену у татар степи. То есть это татар монгольская ига. Там обращались. С песком, да? Нет. Это 136 страница духовного луга. Шли монахи и молодой еврей, который уже склонен был. И вдруг он заболел в пустыне. Они тогда взяли песком его во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вот священники на этом обрывают и говорят, крестят песком. Я говорю, вы что дальше-то не считаете? Это не исключение было. Это не исключение. Дальше они приходят и епископу Дионисию говорят. Дальше рассказ-то не окончен. Он дальше, это духовный лук. У меня книги указаны. Он говорит, не выдумывайте, идите на Ордане крестите. Песочники. От воды и духа, не от песка и брюха. Это дальше не договаривают. Они умышлены. Это ложь. Лошадь. Они дальше начинают одной слюной, одной мочой, и дальше продолжать. Еще из себя исходят, всем крестят. Что вы думаете? Он послал их дальше, идите и крестите Виордане. Его крестили в полном погружении. А это песочная игра, она нигде. Но они ухватились за это. Почему? Очень удобно. Ничего не делали. Заметьте только, вот говорят, нет условий. Повторяю. Вот старообрядцы, которые не покорились неконной реформы, так это ни день, ни два, 300 с лишним лет, 350 лет, ни разу ни одного не крестили обливанием. Еще не доказано. Ни разу ни одного, не в советское время. Теперь, баптисты ни разу ни одного не будут песком крестить. Почему? Да всегда найдут где что. Озера пересохли, море пересохло. А вдруг человек умирает и некуда взять? Ну а они найдут, найдут, они сделают. Я не нашел ни в литературе, ни в старообрядцах, нигде. Обязательно сделают. То есть это страх. Вот торговли у нас нет, скажи, а если у вас что-то, никаких есть. У нас в устах написано. У нас бесплатно. За крещение священник будет получать деньги, мы сразу от него освободимся. У нас в устах ничего. У нас тоже бесплатно. Насчет торговли хочу сказать. Значит, у нас, значит, все, которые книги издаются и на русском, и на грузинском языке, у нас здесь есть продажи. Здесь есть продажи, и у каждого верующего здесь уже есть целая библиотека благодаря этому. Значит, конечно, есть священное писание, молитвенники. Это всегда, это очень доступно. И никакой здесь даже накидки на нее нет. Ну, относительно торговли. Это одно дело, что дважды Господь изгнал. Вначале, говорит, дом торговли, а в конце написано, говорит, вертеп разбойников. Это разбойники сидят там, вертеп, пещеры где-то. Но канон соборный запрещает торговать каким бы то ни было, чем бы ни было в церковной ограде. Даже в ограде церковной. Это наши христианские соборы православного утвердения. Это я тоже за. Ну, а как же шум торговли? Так, мы собираемся, отец, спросим благословения. Да, да, да. Ну, да Бог вас благословит, сохранит. Хранит тебя Господь. Да. Так, сейчас, сейчас, быстро. Да. Ну, поехали.